Да эти люди, у жены какие губки, какие красивые. Ну, блин, зрачок. А она виноградик ела просто. А что, они у нее синие, что ли? Ага. Вы уже с какой-то. А ну, у тебя углубление, рядочек сформирован. Плюс у тебя еще. У нас с женой вечный спор. Как чеснок растить, как садить. Фишка в том, что пару лет жена пробовала чеснок сажать. Получалось, а бы что, и сбоку бантик. Я пробовала. Да. Мы вместе пробовали. А два года я занимался чесноком только сам. Вот, и надо и самому и было продолжать, а не меня. Этих два года получался хороший результат. Ага, нормальный результат, хороший. Хороший. По крайней мере, лучше, чем в предыдущие разы. Ладно, давай, два ряда я, два ряда ты посмотрим. Ты же теперь уже под чутким руководством это делаешь. Специалиста, который выращивает чеснок. Ну, у которого добился результат, да. Ага. Вот. Это самому не делать. Для понимания, у нас земля состоит из, в основном, из прошлогодней мульчи всевозможной здесь вот. Ну, то есть она годами здесь накапливается. Вот на этой грядке чеснок будем садить второй год подряд. До этого гоняли с угол в угол, а сейчас, да, прикрывай. А сейчас решили попробовать, как будет. Да, с большего вот так вот присыпать. Ну, чтобы пройти можно было сантиметров двадцать пять. Не, это маловато. Чуть-чуть больше возьми, вот так, да. Крыбой ряд делал, наверное, нет? Да, ты заширяешь его. Сюда ближе к краю. Уходи. Вероюшку, а ты по этим считай, по волнам. Рулетку и по рулетку. Тут по волнам можно считать. По волнам, но такая, тут полный мир, они одинаковые. Одинаковые, это шифер, у него все волны одинаковые. Здесь вот градка шифером ограждена. Ну, вот и все, надо, чтобы лаптя помещалось. Вот лаптя, а вот сам эти вот, чеснок растет. Да. А вот тебе лаптя. Ну, все, четыре, значит, волны. А рядом гуляют инспектора. Они бы тут инспекцию проводили бы прямо здесь, если бы сюда кто-то пустил. Почему у тебя хвост обосрадый? Что значит грядки с мульчированием? Мы грядки не перекапываем от слова вообще. То есть мульча, она так и остается на своем месте. Когда садишь, получается, она там же в земле. И земля по этому поводу получается рыхлая, мягкая. Не надо ничего делать. Максимум, что вот мы делали, видно было раньше, мы плоскорезом подрезали, где какая-то там сорнячок вышел. И плоскорезом разметили вот эти вот грядочки. И сейчас просто вот по этим же местам и сажаем. И так, в принципе, сажается все на грядках. Это грядка. Что-то у нас здесь росло, вот на этой грядке. А, так, рука выросла. В общем, короче, росли всякие травы, останки которых можно увидеть сейчас. Можно, кстати, пойти еще даже петрушки пособирать свежие, если возникнет желание. И вот эти вот грядки. Вот, я сейчас остановлюсь на грядку. У меня тапка утопает. А вообще сегодня супер замечательная погода для посадки. Такой идет микроскопический дождик. Ну, лучше бы его, конечно, вообще ничего сейчас. Такой малозаметный вообще дождь. Обещают после обеда большой дождь. Ну, а так, ни жарко, ни холодно, безветренно. Вообще замечательная сегодня погода. Деревня тишина. Она не безлюдная, конечно, но людей крайне мало сейчас. Вообще, вот за что я люблю осень. Когда детишки уже разъезжаются городские, тут их не сильно много, не шумят, не кричат. И просто тут тишина, спокойствие, уединение. И очень красивая природа. 15 октября. А вот еще вишня не облетела никак. Вот яблоня стоит в отличном состоянии. Как будто и зимы нету. В прошлом году заготовил сено для мущи. Стоп был метра два с половиной, три высотой. Вот просто слежалась, ничего не делал. Видимо, неправильно. О, даже остался кусок кола. Видимо, неправильно сложил сам стог, поэтому так вот посела. Но отличная мульча. А вообще, я вспомнил, почему у меня так стожок осел. Вот здесь вот он вообще плотный. Это речь, как приходила, его подтопило снизу. И вот он так вот сел быстренько, превратился, можно сказать, в навоз. Отличное удобрение. Да, инспектор? Куда я, туда индики ходят со мной. Да, красавцы? А вот это змеиные яйца. Вот тут вот стогу нашел, вот тут катнул. Летом этим успела какая-то змея вылупиться. Вот видно дырочки, куда вылазили. А вот она сила природы. Вот здесь, когда сжигал мусор, загорелась трава. И вот видно, трава обгоревшая. А над обгоревшей травой идет зелененькая, а сверху серая сухая трава. То есть вот она за это время успела вырасти, хотя уже осень. Так вот мульсируется чеснок, без жалостно. То есть здесь слой сантиметров десять. В принципе, так нужно мульсировать все. Оно, во-первых, за зиму еще уляжется, усядется немножко. Что-то перебьет, что-то попреет. А весной он нормальное сырье вынесет под этой мульси. Так вот из года в год земля улучшается за счет мульчи. Не надо никаких удобрений. Трава, обычное сено раскладываешь, трава гниет. И получается удобрение. Не полоть потом не надо. На самом деле, вот вымульсировать время немного не занимает. Гораздо быстрее, чем потом полоть. Вот это я ходил косил. Но у меня, в принципе, в сельсовете заказано сено. Вот и заканчиваю мульчирование. Я хотел сказать, что это у меня есть сено. Многие задаются, ой, ему хорошо, вопросом. У него сено есть. Да, у меня есть сено, возможно, покосить. Но можно его купить. Можно вот сейчас будут соседи сгребать листья с клёна. Можно забрать листья с клёна. В принципе, что я и сделаю обязательно. Они в куче сгребут, а я заберу себе. И куда-нибудь положу, пускай компостируется. Хотя у меня год вот так вот под листвой, опадыш, под опадом, рожь чеснок. Был прекрасный результат. Единственное, что по весне чуть-чуть тяжеловато ему было залазить из-под земли. И когда листья клёна, там маленькие клёники потом сходят. Но они слабенькие. И их просто руками так подергал слегка. И без проблем легко получается. Никакой проблемы вообще нету. То есть это не прополка, стяпка. Это очень легко. Тем временем, у кого спасал он, у кого ресторан. Лежат кабачки. Кто-то в пыли купается. О, петух поднялся, отряхивается. Да, Блезлик, да. Выщипали тебе куры хвост. Да, волнуешься ты. Спасибо. 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 Спасибо.